Ребят, привет! Извините, что снимаю это видео из машины в воскресенье, к тому же в 8 утра между двумя клиентами, но, к сожалению, по-другому не успеваю, а рассказать вам хочется о своих впечатлениях. К тому же многие из вас просили после моей недавней истории поделиться и рассказать о недавнем курсе гимнастики для лица, который я проходила у Маши. Поэтому, наконец-то, я созрела рассказать вам об этом. К тому же есть уже некоторые результаты, которыми можно поделиться и гордиться. Итак, немножко предыстории. Изначально мы с Машей познакомились, когда она предложила мне сделать прямой эфир для ее подписчиков и моих подписчиков, рассказывая о антивозрастном макияже для лица, экспресс антивозрастного макияжа. Этот прямой эфир прошел довольно-таки удачно. После мы еще с Машей встретились, я помогла ей разобрать ее косметичку. И сама я заинтересовалась, разговаривая с ней данной техникой, скажем, альтернативного омоложения, неинвазивного, не прибегая к ботоксам, инъекциям и так далее. И решила попробовать пройти все-таки с ней 4 индивидуальных занятия. Попробовать себя в этом, хватит ли у меня терпения и времени на то, чтобы делать такую практику каждый день. И вот спустя месяц сегодня я могу с вами поделиться своими эмоциями, впечатлениями об этом курсе. Курс состоял из 4 индивидуальных занятий в онлайн режиме, что суперудобно для занятых людей. Маша еще довольно-таки гибкая в этом плане, то есть мы могли удачно находить время между моей работой, малышкой, домом. Ну, в общем, найти время, чтобы провести эти занятия по часу каждое. Значит, насколько я вспоминаю, первое занятие было у нас посвящено уходу за кожей, так как одной гимнастикой для лица, если вы не ухаживаете за кожей, вряд ли можно помочь. Ну, в принципе, это что-то базовое, нужное и правильное, уход за кожей, правильное очищение после загрязненной нашей окружающей среды, после косметики профессиональной или не очень профессиональной. В общем, правильное очищение и увлажнение – это, конечно, базовые навыки, которые как бы все должны уметь знать, особенно после 25 лет, скажем так. И Маша очень правильная, у нее есть знания в этом плане, так как я уже наслышана и знаю от своего косметолога о правильном режиме ухода за кожей, и, в принципе, Маша еще раз их подтвердила, продублировала. Также мы говорили о правильном питании, что, естественно, тоже очень важно и отражается на нас состоянии, нашей кожи, о том, что нужно не только увлажнять кожу снаружи, но и изнутри, употребляя достаточное количество воды. Вот, то есть это был такой ознакомительный, просто понять мою необходимость в этой гимнастике лица, что я хочу найти для себя в этой практике. То есть довольно-таки интересное и обогащающее первое занятие. Второе занятие уже мы переходили конкретно к упражнениям, к практике. Маша показала 8 базовых упражнений, которые необходимо повторять 6 раз в неделю. Изначально вы делаете их по 2 минуты каждое, и потом, когда вы уже вошли в правильность этой практики, когда вы точно правильно выполняете все упражнения, это все сокращается до 30 секунд каждая, что занимает в итоге очень мало времени. Но это да, нужно делать каждый день. Вот, тут первый вопрос. Готовы ли вы тратить на себя как минимум 10-15 минут с очищением, с массажами, с гимнастикой, 10-15 минут в день? Я это делаю все, естественно, вечером. Гимнастику, очищение, увлажнение. Ну, утром очень увлажнение тоже. Ну, в общем, гимнастику я делаю вечером. Но, что самое интересное, эти упражнения можно делать даже в течение дня. Даже там за рулем я тоже, кстати, делала. Хотя некоторые упражнения эти довольно-таки смешные, и те, кто видит тебя в заднем зеркале, наверное, немножко смеются. Ну, в общем, на этих скоростных дорогах это очень классно работает. И упражнения некоторые легко выполнять, не прибегая там к рукам, скажем так. То есть, первый вопрос, готовы ли вы тратить на себя время. Но мне кажется, если вы уже заинтересовались и дослушали до этого места, то вы готовы, что есть хороший показатель. Да, это может кто-то отнести к недостаткам, то, что это требует времени, тогда как, например, инъекция, это раз зашел, сделал и там полгода спокоен. Но инъекции, опять же, я видела разные результаты с течением времени, когда у людей того, как они, ну, ты это должен делать уже постоянно, потом это как немножко подсаживается у тебя на иглу, можно так сказать, этих инъекций, то и бровки уходили немножко слишком вверх. В общем, лицо меняется, плюс ты не очень двигаешься, то есть, когда вот эта инъекция есть, ты немножко заблокирован в своих эмоциях. В общем, кто делал, кто знает, понимает, о чем я говорю. Может, видели у своих знакомых результаты таких вмешательств косметологических. В общем, идем дальше. Третье занятие было посвящено проверке домашнего задания. Еще раз мы просмотрели, как я самостоятельно выполняю базовые упражнения, все ли я правильно запомнила, нет ли у меня ошибок, потому что все-таки это очень важно, не просто посмотреть в ютубе эти упражнения и там что-то там понять, а все-таки, когда тебе человек говорит, ну, это как и уроки макияжа, по сути. Да, ты можешь открыть себе ютуб, и там тоже, наверное, есть урок макияж для себя, но почему-то не у всех это получается после ютуба, а именно после индивидуального занятия с визажистом у вас получается. Почему? Так же и здесь, в гимнастике. То есть, вам как бы ставят руку, а в данном случае ставят лицо правильное, то есть, что вы должны чувствовать при этом. Притом, у каждого индивидуальные черты лица, то есть, где-то там Маша говорит, а вот у тебя там образовывается складочка, тут нужно придержать как бы пальчиком, что вам, наверное, не скажут в ютубе, потому что нет как бы фидбэка, то есть, вы не общаетесь с этим человеком. То есть, мне кажется, что с этим шутить нельзя, потому что все-таки ваше лицо, что-то вы там неправильно будете делать, просто посмотрев какие-то картинки в интернете, и накачаете себя не в том месте или опустите что-то. Ну, в общем, лучше реально риск такой, не подвергать себя такому риску, и иметь человека, который тебе скажет точно, правильно, что ты должен ощущать, правильно ли ты делаешь это упражнение, и правильно ли у тебя техника, чтобы ты уже был спокоен, и там всю оставшуюся жизнь, или сколько ты там решил это делать, делал это правильно. Вот, и мы добавили еще, по-моему, четыре упражнения, которые можно делать как расширенная версия вот этой гимнастики. Можно делать два-три раза в неделю, если там есть время позволяет, и ты хочешь увеличить там время выполнения на две минуты получается, так как добавляется еще четыре упражнения. Вот, четвертое занятие было крутое, расслабляющее, это был очень такой полноценный массаж по японской технике, самомассажа маслом, то есть который, ну, шла сильно выполнять раз в неделю как минимум, то есть это такой достаточно проработанный длинный массаж. То есть я его рассматриваю так же, как, можно сказать, такое медитирование с самой собой, то есть, во-первых, ты, естественно, делаешь это перед деколом, ты себя как бы гладишь, рассматриваешь. Ну, это приятно, это иногда нужно, побыть наедине с собой в спокойствии, поделать вот эти какие-то расслабляющие движения. В общем, мне это близко, мне это понравилось. Не знаю, или буду я прям продолжать, так как всю жизнь делать раз в неделю как минимум, но пока что это работает, и у меня находится время для этого, и мне это нравится. И часть занятий была так же посвящена разговору об осанке, о рекомендациях позиционирования на рабочем месте перед компьютером, чтобы было правильное положение, как бы, головы, подбородка, спины, так как все это у нас одна ось, которая тоже нам помогает выглядеть молодо и подтянуто. Да, то есть мы еще делали несколько упражнений на осанку, вот. Ну, и в целом, как бы, потом Маша отпустила у меня свободное плавание, и через три недели я сделала первые фото после для сравнения, как бы, эффекта, есть ли эффект. Я сейчас вам выставлю фотографии свои, своего до-после, которые были сняты, я пыталась сделать практически похожий макияж, и даже ту же одежду одела, чтобы ничего не отвлекало. Вот, посмотрите, и сейчас я продолжу записывать. Ну, как вам результаты есть, по вашему мнению? Вот, спустя три недели, возможно, кто-то из вас скажет, ой, да она молодая, у меня там еще морщин особо нет, что-то можно, как бы, увидеть до-после, но вы слукавите, потому что даже я, который очень такой требовательный к себе человек, вижу результат угла молодости, линии подбородка, насколько он стал более очерчен, как бы, подтянутый, да и, в принципе, изо дня в день, когда я это делаю, я наблюдаю вечером вот такую, как бы, упругость кожи, она стала более, что ли, тугая, если так можно выразиться. В общем, я для себя вижу улучшение в положительную сторону, и это меня мотивирует продолжать. Я думаю, что тем лучше, что пока мне не нужно исправлять что-то очень серьезное, какие-то там, скажите мне, носогубные складки и так далее. Я лучше, может быть, сейчас сделаю эту практику, буду делать регулярно, чтобы, так сказать, иметь профилактический какой-то эффект, то есть, чтобы эти морщины, в принципе, не образовывались. Поэтому я для себя рада, что я обнаружила вообще, в принципе, эту практику и технику. Посмотрим, как это будет работать, конечно, в будущем, но пока что я намерена продолжать делать ее каждый день. Вот, и наблюдайте, если вам интересно. Возможно, мой пример вас как-то смотивирует тоже начать заниматься вот такой альтернативной методикой поддержания молодости, кожи и лица, и духа, я бы сказала. Я знаю, это непросто, это непросто, когда у вас, тем более, детки, когда у вас работа стрессовая и напряженная. Но я вам желаю, чтобы вы нашли для себя время. Это инвестиция в себя, которая всегда окупается. Вот, люблю, целую. Пока!